Еще на закате монархии в России все от более-менее простых дворян до в край зажравшейся буржуазии были очень падки на магию, медиумов, всякого рода старцев. Но если этот человек с бородой, если он рассказывает какие-то вещи о своем бессмертии, так он еще и приближен к нашему царю-батюшке, так, наверное, врать он не будет. Да, и все-таки большое количество денег или богоизбранность не избавляют тебя от возможности быть одурманенным. И Романовых эта участь тоже постигла. Помните, жена Николая II все время искала магов и пророков для того, чтобы предсказать судьбу, ну или подлечить царевича, который с детства был очень болен. Кстати, я нахожу крайне ироничным, что его в итоге от болезни вылечили не гадалки, а большевики. Без шуток. Свинцом! Свинцом, Карл!